Начало второго на часах. Это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Смитарин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. На сайте хакирова.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю «Особого мнения». Вопрос есть один, я его чуть позже озвучу. Так или иначе, по ходу программы мы сегодня будем говорить о бизнесе, экономической жизни. И, знаете, хочу начать с того, что определенная степень удивления у меня была на прошлой неделе, когда в нашем эфире Татьяна Кригородцева, это председатель комитета по общественному питанию и ресторанному бизнесу «Рекотделение опоры России», общественная организация представителей малого и среднего бизнеса, заявила о том, что еженедельно в нашем регионе закрываются четыре заведения общепита. По мне, так это катастрофа. А вы как специалист? И можно ли доверять вообще этим данным? Ну, я, честно говоря, такой статистикой не владею, не обладаю. Я специально, когда мы с вами готовились к программе, поднял данные Кировстата, которые были буквально на днях, и, по-моему, на сайте «Бизнес-новостей» есть. Там статистика по общему количеству ликвидированных юридических лиц по месяцам. Вот за январь 415, за февраль 285. Это, как официально звучит, удалено официально ликвидированных юридических лиц. То есть завершен процесс ликвидации и удалены из реестра. Но при этом, например, если в феврале было ликвидировано 415, то зарегистрировано новых 220. В феврале, это было за январь, в феврале, ликвидировано 285, как я сказал. При этом учтено новых 329. То есть... В плюсе, согласно статистике. Да, в плюсе. Поэтому я не могу комментировать конкретно по общепиту, не зная этих цифр. 4 в неделю, это порядка 30 в месяц получается. Но с теми цифрами, которые здесь есть, возможно, коррелируют. Потому что, когда там... Эти цифры, это, безусловно, не только общепиту. Это, конечно, это в целом предпринимательские, вернее, либо предприниматели индивидуальные, либо юридические лица. Но я думаю, что надо обязательно смотреть на цифру тех, сколько открылось. Потому что вообще ресторанный бизнес в сфере общепита, это такой процесс перманентного закрытия, открытия... Один из самых рискованных видов деятельности, наверное. Ну, насколько я знаю, насколько я читал, 90% заведений общепита, открывающихся, закрываются в течение первых двух лет своей деятельности. Я не так давно читал хорошие... Это российские? Это российская статистика, да-да-да-да. Я читал хорошую аналитическую статью в журнале «Эксперт» не так давно по общепиту. Она была ориентирована, во-первых, на ситуацию с импортозамещением, то есть с тем, что ресторанный бизнес делает с учетом прекращения поставок целого ряда продуктов. И там говорилось о том, что, в принципе, российский бизнес в сфере общепита будет серьезно меняться и уже меняется. Во-первых, с точки зрения переориентации на отечественные продукты, и, в принципе, крупные рестораторы, а там были комментарии Аркадия Новикова и целого ряда крупных других рестораторов, они говорили, что это на самом деле нормальный процесс. Если посмотреть на цивилизованные, так называемые страны, там развитые, то там как раз ресторанный бизнес в первую очередь ориентирован на собственные продукты питания. У нас же в стране произошел перекос в силу того, что считалось, что импортное все гораздо лучше. Да, мы все привыкли к рекламным объявлениям, к вывескам, европейская кухня, японская кухня и так далее и тому подобное. А везде, по вашим данным, ценят свое, местное? Ну, в основном ориентируются, да, на свое. Я не уверен, что для нас критичен этот процесс в Кирове с точки зрения мипотозамещения, но мне кажется, что я бы не считал ситуацию катастрофической с точки зрения закрытия четырех даже в неделю. Потому что по ощущениям открывается это тоже немало, во-первых. Во-вторых, происходит переориентация, где-то закрывается на реконструкцию, где-то что-то еще. То есть, тот аналитический материал в эксперте говорил, что в принципе в этой сфере, в России, кризиса нет. Такого вот катастрофического, как мы сказали. Есть нормальный процесс смены форматов, который связан с тем, что рестораны становятся более специализированными. Ведь, смотрите, опять же, я просто этой темой в свое время интересовался. И когда мы заходим в наш ресторан в нашей стране, как правило, нам подают меню на 20 с лишним страницах. Огромное... Давненько не бывало в ресторане, но... Ну, рестораны, рестораны, кафе, да. Там глаза разбегались, конечно. Большое меню, а если мы вспомним поездку в Европу, например, заходишь в кафе или ресторан, получаешь меню буквально на двух страничках, где выбор блюд каждой категории, не больше пяти. Это оптимизирует процессы, улучшает экономику, собственно говоря, заведения. И в этом смысле, опять же, будет происходить приход вот к таким форматам. Во-первых, тематическим ресторанам, понятным людям, не универсальным, когда вы можете в одном ресторане заказать и итальянскую пасту, и роллы там японские. А во-вторых, будет происходить переориентация на отечественные продукты, что потребует в том числе изменения вкуса. То есть из отечественных продуктов в том числе готовите какие-то зарубежные? Ну, адаптируя. Адаптируя, так скажем. Понятно, что мы не откажемся сразу от итальянской, японской, какой-то восточной кухни, не бросимся всех есть борщ и вареники. Но зачастую сложно из отечественных продуктов приготовить что-то такое экзотическое, слостью. Ну, вы знаете, опять же, ссылаясь на ту же статью, на самом деле, эти же достаточно серьезные рестораторы говорили, что практически по всем видам продукции найти поставщиков России можно. Единственное, чего не получается, это сыры до долгого срока созревания, просто физически, ну, пармезан, условно говоря, да, его нет. Ну, например, даже по стейкам они сказали, что, в принципе, мы для себя вопрос решили и, в общем, не худшего качества. Другой вопрос, что при этом цены подняли поставщики сразу на уровень, собственно говоря, импортной продукции. В общем, из всего сказанного вами я делаю вывод о том, что вот, исходя только лишь из одного заявления, да, представитель комитета по общественному питанию и ресторанному бизнесу, нельзя... Нельзя делать вывод. Нельзя делать вывод и нельзя себе представить, что все плохо. Я не оспариваю того, что, и это, видимо, там будет у нас с вами одним из вопросов, того, что ресторанный бизнес периодически подвергается там серьезным изменениям, которые заставляют его, вернее, приводят к снижению его маржинальности, эффективности и закрытию. Но это другой вопрос, это вопрос действий нашего государства. И тех законодательных, посажите, на инициативах. Огромы лечения, новых правил, там, и все... Ну вот, давайте непосредственно, дальше к этому перейдем. Общепит резко против уже неоднократно упомянутого в нашем эфире законопроекта вице-спикера за собранием Марины Сазонтовой. Речь идет о введении запрета на продажу алкоголя с 11 вечера до 10 часов утра в заведениях общепита, которые расположены в жилых домах и пристроях. К ним, мол, шумно в этих заведениях, нарушают спокойствие посетителя. По данным того же уполномоченного по защите прав предпринимателя Андрея Вавилова, у нас порядка сотни, ну, чуть больше сотни заведений таких подают под эти ограничения. Ну, это треть практически из всех заведений общепит. Вот ваша оценка, это инициатива. Вы знаете, у меня по этому поводу, скажем так, два мнения, это две позиции. Одно частное, другое общее. Во-первых, общее мнение мое состоит в том, что, я уже говорил в эфире, в том числе, там, здесь, о том, что, ну, совершенно неправильно в период экономического кризиса и очень непростой ситуации вводить какие-либо ограничения на предпринимательскую деятельность. Вот категорически неправильно. Я не понимаю в этом смысле позицию ни федерального правительства, вводящего, там, новые какие-то налоги, сборы, правила игры, ни региональных законодателей, изменяющих, там, условия ведения предпринимательской деятельности. Нельзя этого делать просто. Потому что предпринимателям сейчас приходится адаптироваться к совершенно новым условиям ведения экономической деятельности, которых мы оказались в тех реалиях, которых мы есть, и они далеко не самые простые. Вводить еще дополнительные усложнения, так скажем, да, ограничения или проблемы создавать предпринимателям. Ну, ограничения по времени, по ассортименту. Ну, любые, любые. Я считаю, это категорически неправильно. Дождитесь того момента, когда, там, экономика встанет на, там, вернется в нормальное состояние. Когда баррель подорожает. Ну, либо сделайте что-то для этого, да, чтобы экономика стала, ну, как бы, встала на нормальные рельсы. Либо, ну, ждите тогда, пока баррель снова вырастет. Но пока этот бизнес не трогайте. Дайте ему адаптироваться и выжить в той ситуации, в которой он находится. Это в целом, что касается экономической политики. Что касается, в частности, по ограничениям продажи алкоголя. Вы знаете, у меня вообще есть большая просьба к, такая, наверное, там, к нашим органам власти, законодательной и представительной. Уважаемые господа, коллеги, вы определитесь сначала под целой совокупности правил и представлений своих о том, как вы видите, там, условия ведения бизнеса или условия жизни граждан. То есть, некий концепт общий, да? Вот определитесь сами для начала, да, а потом обсудите это со всеми заинтересованными сторонами и принимайте решение. А то мы два года назад вводим одни ограничения по продаже алкоголя в розничных точках, год назад вводим другие, не так давно их отменяем, расширяем время, увеличиваем время продажи. Сейчас еще какие-то вводим. Ну, невозможно так по-государственному вести дела, что называется. Вы сначала определитесь вот в целом, концептуально, что мы запрещаем продажу там-то-там-то, со стальки-то до стальки-то. И вот это наши правила игры, которые мы предлагаем. Потом обсудите их с предпринимательским сообществом, с общественностью, найдите консенсус и тогда примите эти правила. А то мы каждые полгода начинаем возвращаться к этому вопросу с продажей алкоголя. Мы сейчас говорим о региональном уровне. Регионально. Это вопрос, регулируемый на региональном уровне. Поэтому здесь не надо взывать к федеральному правительству, здесь надо здесь внутри у нас договориться. Ну, невозможно каждые полгода пересматривать правила игры. Одних закрывать, вторых открывать, одним усложнять, вторым расширять, ну, нельзя-то. Сложно договориться. Здесь ведь политических моментов очень много. Потому что бизнес вести тоже сложно. Очень непросто. И почему-то далеко не многие из представителей органов, скажем, государственной, законодательной или исполнительной власти идут в бизнес. Потому что вести его тоже непросто. А правила устанавливать, конечно, гораздо проще. Но никто не спорит насчет того, что правила нужны. Вопрос в том, что эти правила должны быть обдуманными, логичными и, по крайней мере, стабильными. Это то, о чем бизнес всегда говорил. Установили правила игры, соблюдайте их сами. А когда каждые полгода вы пытаетесь их поменять, в такой ситуации существовать невозможно. ЕГИС, пресловутая, с которой до сих пор до конца не разобрались, новые ограничения, ну, сколько можно там? ЕГИС там еще в моратории действует, да? Ну, она не на всех пока распространена. На кого-то с 1 июля, на кого-то еще больше. По большому счету, с той же ЕГИС ситуация была, как государство правила приняло. Она даже не обеспечила условия для их соблюдения. Поэтому здесь, ну, вот... У меня уже, что называется, крик души, наверное, там, да? Господа, вы сначала там внутри себя определитесь, а потом вы давайте что-то на гора. Ну, а само-то вот по себе это предложение с 11 до 10 утра не продавать. Вот если бы ситуация в бизнесе была относительно хорошей, жили бы заведения вообще какие-то замечательства в тех условиях, в хороших, имело бы место быть предложение? Я не вижу в этом необходимости. Это нужно регулировать другими способами, ограничением уровня шума, требованиями, соблюдениями требований Роспотребнадзора, которые и так есть. Принудительное решение об ограничении чего-либо, ну, редко приводит к положительным результатам. Я знаю, что есть мнение о том, что те люди, которые, ну, условно говоря, будут ограничены в праве возможности употребить алкоголь, будут искать другие места. И мы понимаем, какие это будут места. Станет ли от этого лучше всему обществу в целом? Очень сильно сомневаюсь. Поэтому не таким образом необходимо регулировать этот вопрос. Если заведение общественного питания создает проблемы для жильцов дома, в котором оно находится, значит, оно обязано выполнить определенные требования, чтобы этот шум не создавать. Просто принудительно ограничить ему право продажи. Ну, давайте не будем после 11 продавать, не знаю, острую еду, которая там создает... Повышает аппетит и... Создает там запах, может быть, вокруг. Ну, не так же это все решается. Я думаю, сейчас задам вопрос с нашего сайта, хакиров.ру, напомню, что там не специальная форма. Виктор, по моим ощущениям, имеет отношение к бизнесу. Вот что он пишет. В ужасе от законопроекта об обязательных отчислениях фонд социального страхования на случай банкротства предприятия и невозможности выплаты зарплаты сотрудникам. Они там наверху в другой реальности живут, возмущается, Виктор. Не понимают, что малый и средний бизнес загибается. Абсолютно согласен. И уже сказал по этому поводу. Я вообще противник того, чтобы в нынешней ситуации каким-либо образом ухудшать условия ведения бизнеса. То есть возлагать на предпринимателей необходимость каких-либо дополнительных отчислений. Давайте налоговую, неналоговую, каких угодно. Речь идет о том, чтобы 0,02% от зарплатного фонда перечислять в фонд социального страхования на тот случай, если дела у предприятия пойдут хорошо. Причем не своего предприятия, а другого какого-то там. И соответственно у предпринимателей возникает вопрос, зачем я должен платить за дядю, которого я никогда не знал и не узнаю. Хорошо, прокомментировал Андрей Леомидович. Далее на федеральный уровень хотел бы зайти. Хочется подрисоваться вашей оценкой антикризисного плана на 2016 год. Как известно, он в последний день февраля был утвержден, подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Известна такая общая уже информация. 120 пунктов он подразумевает. Самая большая поддержка из 470 миллиардов рублей. Это предоставление кредитов регионам. Львиная сумма 310 миллиардов. Ваша точка зрения. Не думаю, что многие наши слушатели детально ознакомились с этим планом. Большой документ. 60 страниц. Я просмотрел его, по крайней мере, в той части, которая касается непосредственно вопросов экономики. Я должен сказать, что он, конечно, отличается от правоплана прошлого года, который принимался просто в авральном режиме и носил, скорее, декларативный характер, нежели чем сколь-либо продуманный и проработанный. А, кстати, он выполнен, антикризисный план, 2015-го? Нет анализа. Это как раз сейчас то, о чем я говорю. По-моему, тоже не было. А смотрите, какая штука. Если посмотреть на план, что 2015-го, 2016-го года, 2016-й, правда, в этом случае несколько отличается в лучшую сторону, там нет целевых показателей достижения каких-либо результатов по итогам выполнения этого плана. Поэтому оценить его очень сложно. Потому что, если мы посмотрим целый ряд формулировок, которые есть в нынешнем плане, они очень обтекаемы. Реализация дополнительных мер по импортозамещению в сельском хозяйстве. Как оценивать по факту такие вещи? Есть, конечно, что-то более конкретное. Например, обеспечение приобретения локомотивов для РЖД. Опосредованно на экономику это имеет отношение. Но я бы, скорее, назвал это субсидией государственной монополии. Поэтому и план 2015-го года в этом смысле оценить очень сложно. И в плане 2016-го года таких целевых показателей, на самом деле, очень немного. Очень немного конкретных цифр, по которым можно впоследствии сделать какие-либо выводы. Что касается... Как это получается, не антикризисные планы, а антикризисные намерения? Ну, антикризисные намерения, да. Даже, я бы сказал, такие декларативные намерения. Потому что надо еще обратить внимание на то, что подавляющее большинство статей, имеющих отношение к экономике, в пункте финансирования у них стоит звездочка. А в сноске звездочка расшифровывается как решение об объемах и источниках финансирования будет принято по итогам первого полугодия. То есть, пока ничего нет? Пока ничего нет. Пройдет первое полугодие. Значит, где-то в августе появятся его результаты. Будет что-то рассмотрено. В течение сентября-октября будут выработаны какие-то предложения, внесены в Госдуму с точки зрения изменения в бюджете. Ну, и когда мы получим эти деньги? Как обычно, в ноябре-декабре, когда что с ними делать, надо экстренно осваивать. Но я бы обратил внимание слушателей на то, что, мне кажется, наше федеральное правительство в высшей степени овладело искусством, знаете, такое вуалирование своих намерений, своих деятельностей. Президент говорит в послании Федеральному собранию в прошлом году, вернее, год назад, в 2014 году, о том, что все, 4 года не вводим новых налогов, не повышаем налоги. Но через 3 месяца появляется идея торговых сборов. То есть, вот это искусство вуалировать за словами, оно очень такое в совершенстве освоенное нашим правительством. Вот смотрите, вы сказали о том, что в прошлом, вернее, вы сказали о том, что в этом году в плане львиная доля средств пойдет на кредитование бюджетов регионов. Об этом говорят давно, бюджеты действительно закредитованы очень сильно, общая задолженность к 2 триллионам приближается. Во многих регионах... До 100% собственных доходов. Несколько раз превышает. Да. А в прошлом году в антикризисном плане подавляющее большинство средств было выделено на что? Банкам. А теперь смотрите, то, что перечислят регионам, куда уйдет? На погашение... Те же самые банки, в которых брали кредиты регионы. То есть мы говорим с вами ровно о том, что антикризисный план своей основной частью имеет ровно то же самое, что и в прошлом году. Докапитализацию финансового сектора. А так как регионы большинство кредитов брали все-таки в серьезных суммах в таких квази-государственных банках... Ну, там же было принято решение о том, чтобы ограничить спискоммерческих банков и сделать все-таки... Да, да. То есть мы точно так же понимаем, что большинство этих бюджетных средств в рамках антикризисного плана уйдет в те же самые банки. Да, налоговая нагрузка регионов несколько снизится. Ну, за счет процентов, потому что это же не безвозвратные кредиты. Это будут кредиты просто с гораздо меньшей кредитной ставкой, нежели чем в банках. Но деньги-то в итоге получат банки. Дойдут ли эти деньги до экономики? Потому что в логике развития экономических процессов, когда банк получает деньги, он должен что-то вкладывать. Вы имеете в виду до сверху реального производства, реальных дел. Да. Вот дойдет ли до этого, я очень сильно сомневаюсь, потому что и в прошлом году этого не происходило, и в предыдущие кризисы. Банки предпочитают механизмы, ну, так скажем, финансовых спекуляций на валютном рынке, на рынках акций, облигаций. Потому что они обеспечивают большую доходность и меньший риск, нежели чем кредитование реального сектора экономики. И поэтому, собственно говоря, мое мнение о антикризисном плане, в котором на фонд развития промышленности закладывается 20 миллиардов рублей, а уже понятно, что в прошлом году эти же 20 миллиардов получили всего 50 проектов из 1200 заявленных, и сейчас закладывается 5-20, а на банки приходится 300 с лишним. Ну, почти 70-80 процентов получается. Ну, собственно говоря, вот какой вывод из этого сделать? Кого поддерживает наше правительство? Поэтому особых ожиданий от реализации антикризисного плана у меня нет, по крайней мере, в той части показателей, которые я видел. Незначительные совершенно цифры выделены на конкретные направления. Ну, и, в общем, я уверен, что по итогам отчитаться наше правительство сможет, однако будет ли от этого реальный результат, сказать не могу. Я обратил бы внимание еще на один вопрос, очень коротко. Зам. министра экономического развития в феврале сказал, что Минэкономразвитие предлагало включить в антикризисный план положение о снижении числа внеплановых проверок малого бизнеса на 30 процентов в 2017 году и, по-моему, на 10 процентов дальше. Однако этот пункт был исключен из антикризисного плана, хотя он не требует никакого финансирования абсолютно. А это очень серьезный вопрос, потому что, если говорить в целом о проверках бизнеса, то, в общем, достаточно радужные рапорты государственных структур о том, что количество проверок снижается, наталкиваются на очень интересную ситуацию. Снижается количество плановых проверок. Так вот, могу вам сказать, что прокуратура не так давно озвучила цифры. 66 процентов проверок в прошлом году, в 2015-м, носили вне плановых характера. То есть, по каким-то заявлениям, да? По заявлениям, по каким-то основаниям, но это то, что не происходит по согласованию с прокуратурой, не входит в план проверок. То есть, мы всего лишь треть проверок имеем тех, к которым предприниматели могут быть подготовлены и знать о них. Все остальные носят внеплановый характер. При этом, по оценке, опять же, прокуратуры, эффективность внеплановых проверок крайне низка. Ну, не крайне низка, а низка. То есть, только по половине вынесены какие-то представления, соответственно, половина проверок вообще носила необоснованный характер. То есть, видимо, нужно менять формулировку, да? Снизить количество не только плановых, но и внеплановых проверок. Надо вообще уходить от такого понятия, как внеплановые проверки. У нас же... Вот, тоже интересная ситуация. У нас президент в прошлом году сказал к 1 сентября внести в Госдуму законопроект новый, полностью новый закон о муниципальных и государственных проверках, который должен был носить рискориентированный подход. То есть, от плана проверок, что раз в три года мы должны прийти на каждое предприятие. То есть, если предприятие стоит хорошо, хорошая репутация у него... Да, да. То есть, если бизнес предприятия не носит какой-то там, ну, характер общественной опасности, да, там, или что-то, то оно должно быть вообще минимизированное количество проверок этих предприятий. Где закон ходит, я так и не знаю. Это к вопросу об исполнении, вопрочении президента. Мы пытались в свое время заполучить проект этого закона, посмотрели его, внесли свои изменения, но, опять же, не знаем их судьбу. Что получим на выходе, ну, есть опасения, что, как всегда, по черном органу там хотели, как лучше получилось, как всегда, потому что, что примут в итоге наши законодатели, большой вопрос. А проверки реально достаточно серьезно сказываются на деятельности бизнеса. Причем, говоря о том, что, там, вот, я поднял цифры, миллион, миллион триста тысяч внеплановых проверок было проведено без согласования с прокуратурой в 15-м году. И надо сказать, что ведь плановые и внеплановые проверки не включают в себя проверки налоговой и самой прокуратуры. То есть, на самом деле, там, давление на бизнес с точки зрения проверяющих органов очень велико. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты. Полторы минуты, и мы продолжим. Особое мнение на 101 СФР. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты. Вот, тянет меня и дальше. Про всевозможные инициативы говорить их масса в последнее время. Вот еще одно предложение Минфина. С 1 мая 2016 года поменять нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на бензин. Если сейчас 100% эти доходы поступают в местные бюджеты, то с 1 мая этого года 23% предлагается направлять в федеральный бюджет. Что в текущем году даст федеральному бюджету почти 70 миллиардов рублей. А регионы от этого распределения якобы ничего не потеряют. Ну, наверное, действительно ничего не потеряют, потому что акцизы подняли. С 1 апреля будут подняты, и, соответственно, видимо, как раз вот этот излишек образующихся средств федералы собираются себе изъять. 70 миллиардов рублей, конечно, цифра замечательная, только если посмотреть стоимость строительства, например, транспортной развязки в Москве, где-то примерно там около того, как правило, и колеблется. Поэтому я не очень понимаю, почему вся страна должна скинуться на строительство, условно говоря, одной развязки в Москве. Ну, это такая частность. А на самом деле я с удовольствием бы спросил представителей Минфина, когда у них возникло хотя бы одно предложение о том, чтобы добавить что-то региону. Потому что, сколько я себя помню, все предложения относительно перераспределения бюджетных средств в большинстве своем носит характер как раз изъятия части доходов на федеральный центр. При этом на всех уровнях говорится о необходимости стимулирования инвестиционной деятельности в регионах, конкуренции между регионами. Изъятие собственных доходов регионов – это ведь прямые деньги тех, кто здесь проживает. Мы с вами покупаем бензин, стоимость заложенного у него акциза идет в региональный бюджет, потому что мы здесь живем. Я, в принципе, не могу понять логики этого решения. Но мы же ездим в ту же Москву, возможно, думаю, законодатели. И пользуемся дорогами только расположены в нашем регионе. Вот я пытаюсь выступить в их защиту и найти что-то рациональное в их предложении. Я боюсь, что единственной логикой действия Минфина является не транспортные потоки населения в нашей стране. Единственной логикой Минфина является максимальное изъятие средств в федеральный бюджет для выполнения собственных обязательств. Как будут выполнять свои обязательства бюджеты регионов, их, видимо, не очень сильно интересует. Это будет решаться в пожарном порядке, либо будут лететь повинные головы. Поэтому, опять же, с моей точки зрения, в непростой экономической ситуации, когда региональные экономики явно идут на спад, изъятие доходов региональных бюджетов, ну, это, по сути дела, такая позиция Федерального сообщества. Делайте, что хотите, выкручивайтесь как хотите, мы будем решать свои проблемы. Хорошо, давайте еще Минфин пожурим немножко. За его предложение еще одно, тоже резонансное, о том, чтобы вдвое увеличить фиксированный взнос индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд России. Рассчитывается на полный взнос от минимального размера оплаты труда. В 2016 году он у нас проиндексирован на 4%, составляет сейчас 6204, по-моему, рубля. Повышение обосновывается тем, что якобы Пенсионный фонд российский тратит на страхование пенсии индивидуальных предпринимателей больше, чем получает от них. Несправедливость такая. Общество, может быть, это заработает с 2018 года. Ну, у меня вопрос... Или все сказали уже. У меня вопрос в одном сне. Не надо. Доколе? Ну, на самом деле, сколько можно издеваться над предпринимательским сообществом? Еще раз повторюсь, в федеральном послании в конце 2014 года президент страны четко сказал о моратории на увеличение и изменение налогов в течение 4 лет. Ну, сколько можно заниматься тем, чтобы обманывать самих себя и лукавить перед самими собой? Бизнес ни во что уже верить не будет, если государство будет себя вести так. А когда бизнес не будет верить, у него не будет даже оснований для того, чтобы с этим государством вести цивилизованный процесс уплаты налогов или еще чего-то. Я понимаю, что государство идет сейчас двумя путями. С одной стороны, оно ищет дополнительные источники дохода. С другой стороны, закручивает гайки по любым платежам. И если государство считает, что в результате подобной деятельности в кризисный период, оно сохранит или разовьет экономику, я очень сильно в этом сомневаюсь. Наш бизнес, конечно, живучий и не через такое проходил, но так не ведут себя. А когда мы оказываемся, мы в одной стране, что называется, в одной лодке и в бушующем, условно говоря, сейчас океане кризиса, то если каждый будет выпихивать другого за борт, ну, в общем, не выплыли хорошо это все. Остается у нас не так много времени. Хотел бы еще вернуться к теме, которая обсуждалась и в нашей студии, и на других инновационных площадках. Речь идет о том, что предложил региональный штаб общероссийского народного фронта. Предложил он депутатам нашего ЗАГСобрания как можно скорее рассмотреть вопрос об ограничении доплаты запластного бюджета бывшим государственным и муниципальным чиновникам. Это серьезные траты. По всей видимости, выход Василия Купредовича Сураева из фракции «Единая Россия» и его уход из поста отрицателя комитета по законодательству и местному самоуправлению был тоже связан с этой темой. Единорусы его не поддержали рассматривать этот законопроект. Сураев является экспертом ОНФ. И вот, в частности, по его данным, в прошлом 2015 году только лишь 22 бывших чиновника получили в качестве доплаты запластного бюджета порядка 20 миллионов рублей. Надо отсекать эти статьи, на ваш взгляд, расходы. Здесь не могу сказать абсолютно, будучи в теме, потому что, честно говоря, ни содержание законопроекта, ни действующие правила обеспечения деятельности бывших государственных чиновников, не знаю. Никогда этим вопросом, честно говоря, не интересовался. Это, на самом деле, непростая схема. Да, я помню. Отработал столько-то, получается, столько-то. Побольше, еще побольше. И получается, что основная масса, собственно, дохода, это как раз-таки доплата. Не могу сказать, что в теме. Единственное, что моя позиция состоит в том, что вообще в большинстве государств государственная служба никогда не является, там, сколь-либо, ну, значимо высокооплачиваемой, но ее основное достоинство – это стабильность и обеспеченность последствий. То есть ты всю жизнь работаешь, условно говоря, на государство, на тех или иных должностях. Потом государство тебе, ну, неким образом, скажем так, благодарно за то, что ты потратил свою жизнь на это. Поэтому, с одной стороны, в условиях, когда мы, что называется, все затягиваем пояса, возможно, что надо пересмотреть и правила пенсионного обеспечения, ну, или дополнительного обеспечения финансового бывших чиновников. С другой стороны, опять же, там, задним числом пересматривать эти правила – тоже, как бы, такой вопрос морально-этического плана. То есть человек… Страньше получали. Человек всю жизнь отработал, причем он знал, что будут такие правила игры, да, а сейчас, ну, вот, извини, правила изменились, поэтому всю твою работу спасибо, конечно, но мы теперь денег у нас на тебя нет. Поэтому здесь, с одной стороны, там, 20 миллионов, вроде как, серьезные деньги, но, с другой стороны, я не знаю, честно говоря, там, спасут ли они, там, наш бюджет в случае, если они останутся в нем, сколь-либо принципиальных. Хотя, конечно, эти деньги нужно потратить. Давайте сравним, на том же пленарном заседании февральском прозвучала сумма, которую нужно будет потратить на компенсацию оплаты за капремонт. Вы знаете, да, законоправит был принят для 70 плюс возраст, 50 процентов, 80, 100 процентная компенсация, там 36 миллионов. Ну, я еще раз говорю, я понимаю, что сопоставимые цифры, ну, смотрите, здесь я не буду лукавить. Если мы со стороны бизнеса говорим о том, что нам важна стабильность правил игры, вот приняли и давайте по ним будем жить, то, наверное, в отношении других социальных групп или в отношении других граждан, да, должны быть такие же стабильные правила. Если они были приняты, их надо выполнять. Если законодатели, а это ведь законодательное было решение в свое время, приняли такие правила игры, то теперь пусть несут ответственность за то, что они их там принимали. Поэтому не могу сказать, что я имею категоричное мнение по этому поводу, потому что, еще раз повторюсь, не очень хорошо тему знаю, но точно могу сказать, что государство, которое метается туда-сюда и пересматривает правила игры в зависимости от текущей ситуации, доверия у своих граждан точно не вызовет. Не могу я не спросить вас про общественную палату Кировской области. Я могу сказать, что Андрей Леонидович секретарь второго созыва, ну, частично, не на протяжении всего второго созыва, а частично секретарь. Не так давно нынешний секретарь общественной палаты Дмитрий Курдюмов сообщил о том, что, возможно, уже летом, этим летом будет решен вопрос о наделении нашей общественной палаты правом законодательной инициативы. Вашу бытность, секретаря, этот вопрос тоже ведь обсуждался достаточно активно. И вот губернатор Никита Белых поддерживает. Этот вопрос обсуждался, более того, напомню, что, собственно говоря, заявление о возможности решения этого вопроса было сделано спикером законодательного собрания в мой последний рабочий день секретарем общественной палаты, так скажем, да. На подведении итогов гражданского форума Алексей Максимович Ивонин сказал о том, что он считает это правильным и это необходимо сделать. У меня на протяжении моей работы с секретарем было отличное от этого мнение, потому что я считал, что если у нас есть законодательная инициатива, которая достойна, будет быть оформлена в виде законопроекта, мы найдем того депутата или тот субъект законодательной инициативы, который сможет ее внести. Однако, когда я, собственно говоря, изучал тему и впоследствии консультировались с Дмитрием Александровичем Курденовым, мы пришли к выводу, что действительно это необходимо, причем в первую очередь не с точки зрения внесения готовых полностью законопроектов, это все-таки прерогатива законодателей и других субъектов правительства области в том числе, с точки зрения, скорее даже, поправок. Вот здесь я действительно вижу необходимость, потому что я хорошо представляю себе процесс законотворческий. Он непростой. Он непростой, разработка законопроектов вещь сложная, но значительная ее часть проходит, скажем так, за кулисами. В рамках сначала рабочих групп, потом комитетов. И вот туда попасть с какой-то, ну, как бы, с поправкой достаточно сложно, потому что, когда законопроект в целом готов, им занимается тот депутат или та фракция, которая его вносит, с ними сложно просто сказать, вот нам надо поправку, вот мы считаем, что она должна быть. Но подождите, во втором созыве ведь это ведь появилась, эта практика, когда вместе с членами общественной палаты очень грубо обсуждали. Мы дошли до этого и договорились, и мы действительно там по целому ряду законопроектов достаточно серьезно отрабатывали, но мы видели, что от наших поправок можно просто отказаться. То есть мы предлагаем, нам говорят, нет, не проходит, и все. Если общественная палата будет иметь право законодательной инициативы, это будет оформляться уже в виде поправки к закону, по которой необходимо будет голосовать. Даже если она не пройдет, например, предварительно комитет, она все равно должна быть вынесена на пленарное заседание, депутаты должны будут проголосовать. И в этом смысле я действительно вижу возможность для общественной палаты воздействовать на корректировку принимаемых законопроектов с точки зрения интересов общества. Потому что депутатам, по внесенной честной палатой поправки, необходимо будет голосовать открыто и публично. Ну, или может быть там в закрытом режиме, но по крайней мере результаты голосования будут известны, и позиция депутатов будет известна. И то, что они будут это учитывать, несомненно. Поэтому в этом смысле я могу признаться, изменил свое мнение относительно отделения общественной палаты законодательной инициативы. Это была совместная работа. Еще раз говорю, я к концу уже работы второго созыва пришел к пониманию того, что это необходимо делать. И скорее Дмитрий Александрович передал вот эту ситуацию уже для реализации. Буду очень рад, если в этом году это будет воплощено. Мне кажется, что, вернее, я уверен, что это даст общественной палате очень хороший механизм воздействия на принимаемые законодательные акты. Истекает время особого мнения. Напомню, что особое мнение Андрея Усенко, вице-президент авиатской торгово-промышленной палаты, вы только что выслушали. Всего доброго. Спасибо. До новых встреч. До свидания.